Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. И сегодня мы с вами погадаем на такую замечательную тему. Что будет дальше в ваших отношениях с загаданным человеком? Это вы можете загадывать хоть кого, хоть мужа, хоть жену, хоть парня, с кем встречаетесь там, или даже того, с кем вы уже расстались. Но вы выбираете по первой руне ваши чувства к этому человеку, свою позицию. Вот в этом суть, на самом деле. Самая главная суть именно в этом. Так, открывать их очень-очень сложно. Сейчас я попробую. А, нет, сегодня нормально. Сегодня уже нормально открываются. Вот такие руны у нас с вами. Я уже гадала вчера на этих рунах на Школе Таро. Смотрите канал Школы Таро Альвиен. Северное гадание. Очень интересное было гадание. Итак, значит, давайте распределять. Первая позиция – флюорит. Вторая позиция – зеленый кальцит. Третья позиция – акваура кварца. Вот. И мы с вами достанем руну ваших чувств. Именно по этой руне вы будете ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию ваших отношений. Я руны пока переворачиваю вниз головой, чтобы вы сначала интуитивно попробовали выбрать. А потом уже будете смотреть первые руны в позиции и определяться. То есть сначала посмотрите ту позицию, которая вас больше всего тянет сейчас. Если уже она не будет вам соответствовать, дальше будете уже искать себя. Что вы чувствуете к этому человеку. И посмотрим, откуда идут ваши отношения, как продолжатся ваши отношения с загаданным человеком. Или они не продолжатся, или продолжатся. Чем продолжатся. Ну и также там посмотрим раскладку такую старинную на ваши отношения. И надеюсь, что все выбрали. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак. Флюорид и первая руна – это ваши чувства к этому человеку. Это руна Атал, Атила, да? Или как. Ну вот кто как ее называет. Руна у меня стеклянная. Да, я сразу говорю. Многие спрашивают, что это за камень, это стекло. Так вот. О чем говорит эта руна? О том, что вы считаете этого человека своей семьей. Что вы очень-очень прям хорошо к нему относитесь. Понимаете? Вот очень хорошо. И что вы с этим человеком, может быть, действительно, либо имеете судьбоносную кармическую связь, либо прошли очень много, ну там, не знаю, действительно, лет, или огонь, воду, медные трубы, как говорят. Вот. И, конечно, вы любите, но он как будто, вот не знаю, ваше всё. Понимаете? Семья, дом, жизнь. Вот человек для жизни. Полностью человек для жизни. Если вы такое ощущаете к этому человеку, что вот это ваш человек для жизни, значит, это ваша позиция. Если вы ощущаете нечто другое, то эта позиция не ваша. Вот тут полное такое родство, что ли, с человеком душевное. Хорошо. Давайте, значит, смотреть дальше. Теперь посмотрим. Вот я поставлю эту руну сюда. Что он чувствует к вам? А вот здесь у нас выпала руна Перд. Что она говорит? Ну, конечно, она показывает таинственность этого человека. Как будто бы он от вас что-то немножечко скрывает. Эта руна действительно вот как сундук с тайнами. С другой стороны, идут перемены в его чувствах к вам. То есть есть какая-то скрытая информация, которую вы не знаете. Эта скрытая информация очень влияет на его чувства к вам, на перемену в чувствах. Раньше было одно, сейчас уже становится совсем другое в чувствах. Понимаете? И вот эта руна, она говорит, что пора открыть правду. Вот он знает, что ему неизбежно придётся открывать правду. Придётся. Так, что вы думаете про отношения? Здесь у нас руна Дагас. Но эта руна, она вообще показывает, опять же, объединение такое, опять же, семью. Вот что вы вместе должны быть, что вы любите друг друга, что это ваша жизнь, что этот человек создан для вас, что вы две половинки, может быть. То есть у вас мысли очень-очень позитивные про этого человека. И вам кажется, что должно потеплеть в отношениях, что всё равно наступит рассвет, что будет прорыв в отношениях, что он всё осознает, что думает он. Тут у нас руна Эваз. Эваз — это руна лошадь, да? Что как будто бы действительно, опять же, может быть, он куда-то собирается ехать, может быть, он хочет даже совместно с вами совершить это путешествие. Но с другой стороны, он знает, что у вас хорошая команда, что вам можно доверять, что он хотел бы вам доверить свои какие-то тайны, и что вот эту информацию он хотел бы раскрыть. На самом деле он хотел бы стабилизировать эти отношения, и он знает, что с вами спокойно и стабильно. Как вы решили действовать в его сторону? Руна Лагус, руна Озеро, да? Вы хотя хотите пока от него немножечко так, ну как скрываться, немножко быть таинственней, что ли? Вот эта руна такая, показывает воду, показывает луну, озеро, да, что может быть вы как будто бы решили создать вокруг себя орел некой тайны, чтобы ему было интереснее, этому человеку с вами. Также эта руна показывает, что вы хотели бы проявить интуицию в этих отношениях, но и эмоции, как-то обновить эти отношения с помощью новых эмоций, дополнительных эмоций. Как он к вам решил действовать? Как он решил? Ну, в принципе, Геба хорошая руна, показывает, что он решил быть с вами, этот человек. И эта руна самая-самая любовная, она показывает очень сильную любовь, чувство объединения, быть с человеком по полной, да? То есть, по сути, она является настоящим подарком судьбы для вас. Он бы хотел обменяться с вами, ну, не знаю, кольцами, да? Он бы хотел быть в личных отношениях с вами, быть щедрым к вам, преподнести какой-то подарок. Вот так. То есть, этот человек собрался действовать. Ну, по крайней мере, судя по раскладу, точно. Что сейчас между вами? То ли объединяет, то ли разделяет. Вот смотря по значению. Тут у нас руна ворота, Турисас, по-моему. Она показывает, что между вами сейчас переходное состояние. И в данный момент, ну, как будто бы, есть некое сопротивление вашим отношениям. То есть, возможно, есть даже враги. Но при этом идет разрушение одного создания чего-то нового. Вы проходите через ворота. Вы проходите на следующий цикл отношений. Это может быть немножко кризисно. Как продолжатся ваши отношения? Тут руна Манас. Очень многое зависит в этих отношениях от мужчины. Если вы мужчина, знайте, что вам нужно вести эти отношения за собой. Если вы женщина, то вам нужно положиться на своего мужчину и прям таки вот опираться на него. Прямо брать и вот прям опираться. Понимаете, вот это такая руна, которая показывает человека, мужика. И он должен быть лидером. Вообще руна говорит о том, что вы должны быть вместе, но что мужчина должен к этому проявить инициативу по сути. И она говорит о продолжении отношений, о том, что они наберутся силы и энергии в скором времени. И давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Радость большая будет. Руна Вуньё говорит о том, что в ваших отношениях будет очень-очень много радости и счастья. Какое-то радостное событие скоро произойдёт. И этим сердце успокоится. Поэтому я бы сказала, тут очень хороший прогноз по первой позиции. Вот так получилось, что у вас очень хороший прогноз. Несмотря на то, что у человека в чувствах реальная тайна какая-то. Но это не значит, что он не откроет эту тайну. А скорее раскроет информацию и сам перед вами раскроется. Ну вот такая первая позиция. А я убираю руны обратно в мишу. Стеклянные руны. И мы идём ко второй позиции. Итак, наш зелёный кольцит. И первая руна – это ваши чувства к этому человеку. По ней вы ориентируетесь. А правильно ли вы выбрали позицию? И тут мы видим руну Фиху. Фиху – это очень богатая руна. Она может показывать, что у вас к человеку есть материальный интерес. Не забываем об этом, что она материальная, полностью материальная. И если вы имеете к человеку материальный интерес, то позиция вторая может быть ваша. Но также она вообще показывает всё физическое. Сильную страсть, физическое притяжение, очень сильное влечение к человеку. Да, такое вот прямо, что вот вы прямо на него как-то вот так вот ориентируетесь. Вы считаете отношения, в принципе, счастливыми, успешными. Я бы сказала, вы привязаны к этому человеку. Даже испытываете, может быть, собственнические чувства. Но у вас может быть денежный интерес к нему. Ну, в принципе, то, что он должен вам денег или отдать деньги какие-то, или вы у него попросили денег. Но может такой быть интерес, как сильная привязанность такая. «Я тебя никому не отдам. Я тобой дорожу». То есть, если вы чувствуете, что вот никому не отдадите этого человека, не хотите никому отдавать, то эта позиция точно ваша. Прям очень привязана. Вот так прям. Хорошо. А теперь давайте посмотрим его чувства к вам, если вы себя узнали. Если не узнали, вам в другую позицию. Так, его чувства к вам на сегодня какие? Ну, руна Атау. Атила показывает, что этот человек считает вас своей семьёй и очень сильно тоже к вам привязан, но немножко по-другому. Вот вы как-то физически к нему привязаны, как-то вот прям сильно. А он ощущает с вами единство. Вот как будто бы вы здесь всегда были около него. Вот знаете, с вами как-то вот удобно, хорошо так, по-домашнему. Судьбой вы связаны, он считает, от силы рода с обеих сторон вас поддерживают. И вот его, и вас, вот этот союз, да. Вот он считает, что вы как-то созданы друг для друга, что вы подходите друг к другу, что вы соответствуете друг другу, что у вас что-то общее, прям много всего общего, вы похожи друг на друга. Вот так. То есть он прям чувствует с вами вот реальную связь. И скорее всего любит. Так, что вы думаете? Беркана. Ну то, что надо как-то обновить отношения. Ну хотя Беркана, она показывает ребёнка. Может вы хотели бы, если женщина ребёнка, да? Ну мужчины тоже бывают, хотят детей. Или у вас есть ребёнок. Думаете ещё, что вот вас связывает ребёнок. Но это не обязательно, не всегда. То есть у каждого же своя ситуация здесь. Беркана показывает плодородие, изобилие во всём. Она показывает, что нужно, вы считаете, развивать отношения. Чтобы всё было, может быть, даже по-новому, по-иному. Что вот всё время нужно над ними как-то работать, вот что-то делать. Наращивать женскую энергию. Вместе расти. Вместе возрождать. Вот как начало весны. Как будто бы вот у вас, как говорится, всё цветёт как-то. Листочки распускаются, цветочки. Вот вы как-то вот с новой надеждой смотрите на эти отношения. Хорошо. Что он думает? Ну вот эта руна, она, по-моему, называется Ера, да? Нет, не Ера. Я опять забыла их название. Сейчас, сейчас, сейчас. Эй, вас. Вот. В общем, эта руна, она показывает, ну что он считает, ему нужно многое терпеть. У вас есть некоторые недостатки. Ну, может, характери там, да, характер такой немножко. Ну, в общем, надо немножко потерпеть, он считает, вот этот человек. Что ради этих отношений можно и потерпеть. Вот так. Ну, он считает стабильные отношения. Что нужно быть настойчивым, чтобы сохранять отношения, спасать отношения. Значит, хочет быть лидером в отношениях. Проявлять некоторую инициативу. В ближайшем будущем может сделать для вас что-то приятное. Ну, такая, как бы, руна, знаете, она как будто бы показывает, что человек всё видит гораздо больше, чем вы думаете. Вот так. Так. Теперь, значит, как вы будете действовать, как вы собираетесь действовать. Ага, ансус, защита, да. Вот эта руна, она показывает, что вы хотите на отношения даже прям поставить, скорее всего, защиту. Может, даже в магическом смысле. Вообще защищать эти отношения, их отстаивать вы собираетесь. Вот. Вы выступаете в этих отношениях, как альгиз, 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 не ансус, альгиз. Я пустую эти названия. Вот. Собираетесь защищать отношения, выступать, так скажем, для сохранения отношений. Что вы собираетесь даже выступать как покровитель в этих отношениях. Вы считаете, что нужно их пробудить. И будете, возможно, делать какие-то действия для того, чтобы отношения реально пробудились, улучшились и всё такое прочее. Вот вчера тоже гадала на рунах, да, и забыла почему-то название этой руны. Также точно ансус и альгиз я поменяла местами. Вот. Видимо, учить мне руны ещё и учить, да, вот эти вот именно скандинавские названия. Главное, я их по-русски точно знаю, как говорят. Только скандинавские названия всё путаются, потому что я ещё учу немецкий. А вот. Поэтому эта руна, она показывает, что вы готовы быть в отношениях и готовы их даже спасать, если там есть из чего спасать. Так, что он готов, как действовать, да, что он хочет действовать, как? Ой, руна Вунью, он готов вас радовать. Это руна радости. Он готов делать для вас что-то приятное, какие-то сюрпризы приятные, что-то вот хорошее, светлое такое. Руна очень хорошая, счастливая, да. То есть здесь люди тянутся друг к другу, они любят друг друга, они готовы на всё друг для друга, понимаете. Может быть, вы не знаете этого про человека, он не знает этого про вас, но вы оба хотите быть в этих отношениях. Что вас связывает либо разъединяет сейчас? А вот она, вот она, это руна Ансус, да. Ну что, ну так, это фиху. Ансус или фиху? Нет, это Ансус. В общем, что говорит эта руна, я вам объясню. Смотрите, она показывает, что вас связывают высшие силы. Вот реально, вы должны были когда-то встретиться, познакомиться и быть вместе. Вот у вас связывает судьба, и как будто бы Бог хочет, чтобы вы были вместе. Вот эта руна, она показывает Бога, но она также показывает некого лидера. То есть здесь в отношениях, ну кто-то из вас явный лидер, а кто-то нет. Вот, и вы сочетаетесь в этом. То есть не важно, кто из вас лидер, а кто нет, но у вас в этом идёт как будто объединение. Ну то, что один ведёт за собой другого. Дальше, значит, руна показывает, что у вас и у боевых есть какие-то способности. И эти способности тоже почему-то вас объединяют. То есть у вас нет разделения, вас именно объединяют. У вас есть много общего. Так, значит, чем сердце… А, как продолжатся отношения сначала? Как продолжатся отношения? Так, выколупала самую дальнюю руну, и это руна Манас. Руна Человек, руна Мужчина. Она показывает то, что ваши отношения продолжатся серьёзно, хорошо. Мужчина ведёт и, как сказать, ропчет или как за эти отношения. В общем, хочет быть в них и тянет их даже вот так. Здесь мужчина может проявить инициативу, даже если он не лидер, и быть в этих отношениях, несмотря на какие-то там женские закидоны. Вот так могу сказать. Руна очень хорошая. Она говорит о серьёзных отношениях и о том, что продолжение точно будет. И чем сердце успокоится, это руна Урус, руна Быкада. Она показывает, что мощь такая, сила идёт. Прям, знаете, отношения нальются силой, энергией, энергией страсти. Руна показывает то, что у вас очень много перспектив для этих отношений. Но, опять же, на основе какой-то мужской всё-таки энергии. То есть здесь мужчина рулит, даже если он не лидер, потому что он хочет продолжение, хочет быть в этих отношениях и считает, что вы ему нужны в любом случае. Вот так. Если вы женщина, да? Или если вы мужчина, вы прям рулите, вы прям можете вытащить эти отношения из любой ямы. Но в любом случае сейчас Бог и Высшие Силы решили дать этим отношениям новый виток, новую силу, новую энергию. И эта энергия Быка, она такая невероятная, просто устойчивая, мощная, яркая, страстная, огненная. И вот прям, знаете, такое чувство прорыва какого-то. Сердце успокоится тем, что будет прорыв и богатство. Вот эта руна, она показывает именно материальный достаток. То, что отношения продолжатся ещё и на основе того, что будет материальный достаток. Вот так вот. Ну вот такая позиция у нас с вами номер два. Убираю руны обратно в мешок. А мы идём к третьей позиции. Аура кварц. И первая руна — это ваши чувства к человеку. По ней вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Ой, это пустая руна. Руна пустая у вас на чувствах. Ну, смотрите, что она значит. Первое значит, вы могли чувства потерять в человеку. Просто полностью потерять чувства. Так бывает. Так бывает, что у вас внутри уже ничего не осталось, потому что вас очень сильно вытряхнули изнутри. Так бывает, когда ты опустошён, когда в тебе ничто, и ты уже не знаешь, любишь ли ты человека, нужен ли тебе он. Но, с другой стороны, эта руна может быть чистым листом. Я готова или готов начать с чистого листа и обновляюсь в этих отношениях. Я чувствую обновление. Если это новые отношения, это чувства с чистого листа, новые чувства. Вот так. Чувства, которые после обнуления пришли к вам в жизнь, и это что-то совершенно невероятно другое. Но вы ещё не совсем поняли, что. Вот так. Если вы узнаёте себя, вам здесь, значит, смотреть расклад. Если не узнаёте, вам в другую позицию. Итак, что чувствует к вам этот человек? Руна Перд — это руна тайны. То есть у вас очень странные отношения, потому что у вас какая-то так пустота или обнуление, обновление, а у него тайна, у этого человека, он что-то скрывает от вас. Но при этом вы ему можете быть дороги, он хотел бы сказать правду, но пока скрывает, он не может сказать вам какую-то информацию о себе. она сейчас недоступна вам, потому что, возможно, он не знает реакцию вашу на эту информацию или ещё что-то, но чувствуется, что он скрывает не зря. То есть пока вам нельзя, мол, это сказать что-то, какую-то информацию, какую-то тайну раскрыть. Что вы думаете? Фиху. Фиху — это руна богатства, руна денег и руна физического. То есть она показывает, во-первых, вы думаете, возможно, есть перспективы. Ну, допустим, фиху, кстати, часто показывает прям брак, поэтому вы думаете, перспектива брака, допустим, есть. Но также она может показывать перспективу денег, перспектива быть богатыми в этих отношениях, жить в хороших условиях, допустим, за счёт отношений. Страстные могут быть отношения, физическая привязанность в отношениях. То есть вы считаете, что отношения основаны больше на физическом, допустим. Дальше. Что он думает? Урус тоже, да, считает, что отношения основаны на физическом, что очень сильно тянет друг к другу. И то, что он даже готов поддерживать сильные отношения, давать силу этим отношениям. И очень сильно готов, даже если это мужчина, особенно даже вливаться в денежные отношения. Если вы мужчина, то по мыслям вы готовы вкладываться. Если вы гадаете на мужчину, то он даже готов тоже вкладываться. Как вы готовы действовать в этих отношениях? Вы готовы продолжать стабильно поддерживать отношения, вместе ездить куда-то, путешествовать, быть вместе, в принципе, готовы. Особенно если к вам проявят инициативу и чувства. То есть вы, в принципе, могли бы согласиться продолжать, но на основе того, что к вам будут идти навстречу. Вот так. Как готов действовать этот человек? Кану. В принципе, готов действовать, что-то вкладывать, дарить, дарить энергию, дарить внимание, быть рядом. Вообще это очень счастливая руна, Кану. И здесь человек готов строить именно хорошие отношения, счастливые отношения. То есть и быть позитивным, я бы сказала. Что вас сейчас связывает или разделяет райду? Возможно, расстояние между вами, но также райду — это руна дороги. Может быть, между вами возможность вместе путешествовать, допустим, или ездить куда-то, или вместе переехать. Но если вы на расстоянии друг от друга, руна как нельзя лучше подчёркивает это. То есть если между вами расстояние, оно вас, естественно, разделяет. Если между вами нет расстояния, тогда это руна очень больших перспектив. Она вообще показывает, даже для тех, кто на расстоянии, перспективу встретиться. Это сильная руна. Между вами очень много страсти и энергии. Давайте посмотрим, как продолжатся ваши отношения. Здесь у нас руна Турисас. Это значит, что в отношениях будет что-то кардинально меняться. Открываются ворота, вы переходите в совершенно другую какую-то стадию. Руна иногда может показывать и кризисы, и даже скандалы. Всё почему? Потому что энергии меняются, качественно меняются. Всё меняется. И вы должны выдержать этот переход. Понимаете? То есть не исключены какие-то ссоры. Но при этом перспектива тоже есть. Потому что здесь люди тянутся друг к другу. И Турисас, она не показывает разрушение отношений. Она показывает их проверку высшими силами. Понимаете? И чем сердце успокоится? Руна Перд показывает большую радость, счастье, какое-то очень большое счастливое событие. Поэтому всё будет хорошо. Главное, держитесь. Да, у вас в обоих какие-то есть характеры, естественно. Вам нужно брать и поддерживать друг друга. Вам нужно быть вместе. Просто научитесь терпеть недостатки друг друга и пытаться найти подход. Вот в этом суть. А не то, что вы должны при первых испытаниях бросить друг друга. Есть перспектива продолжать отношения. Даже если вы расстались. Поэтому пробуйте, пытайтесь. Вас ждёт какое-то счастливое событие по Руне-Вунью. Это очень хорошо. Ну вот такая вот у нас получилась интересная и небольшая третья позиция. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. Продолжение следует...